На одной волне с городом. Радио. Болтком. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь. Это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Добрый день. Начинается программа «Диагноз недели» в нашей студии. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт. Доброе утро. Добрый день. Да, действительно, ведь сколько было потрачено усилий учеными для того, чтобы разложить по полочками, каким-то образом классифицировать окружающий наш мир, делить органику от неорганики. Там Карл Линный, Жан-Батис Ламарк пытались как-то разобраться с живыми существами, растениями. Но вот всегда ли классификация является такая вот желание вот все загнать в какие-то рубрики, классификаторы, рамки, является ли это всегда благом? Вот я понимаю, на эту тему сегодня мы и будем говорить. Мы, конечно, прежде всего, это Ариэль Резник-Мартов. Будем говорить и приглашаем всех к участию в беседе. 6-7-212-93-9. Да, вы можете звонить, тоже вмешиваться в дискуссию и высказывать свое мнение еще также письменно. 2-3-0-6-1-9-1. Ну, что такое классификация? На самом-то деле, когда мы начинаем этот мир даже без научного подхода классифицировать, начинаем что-то делить, пытаемся сделать мир более понятным и предсказуемым. Ну, какие у нас самые простые изначальные классификации, я представляю, наверное, изначально на заре человечества, ну, например, свой-чужой. Мы делим весь мир на свое и чужое. Обычно очень схожая классификация свой-чужой – это хороший-плохой. Обычно свой – это хороший, естественно, а чужой – это более сложная история, но от него чаще. На заре человечества не ждали ничего хорошего, поэтому он был, наверное, скорее плохой, потому что непредсказуемый и непонятный. Очень близко, наверное, съедобный и несъедобный. Да, да, очень правильная мысль. Съедобный всегда хороший. Ну, на этих классификациях вообще это очень много. Есть, сразу же говорю, есть классификации научные. В самых разных сферах науки о них мы сегодня говорить не будем, потому что, ну, во-первых, у них есть узкое инструментальное предназначение, и, во-вторых, даже они все время меняются с течением времени. Ну, даже на моей памяти медицинская классификация меняется раз в несколько лет обязательно. Меняются названия заболеваний, расширяются понятия, что-то исключают, что-то включаются. То есть достаточно гибкое понятие об этом. Давайте подумаем, как люди классифицируют других людей. И мне кажется, еще вторая часть – люди классифицируют сами себя. И вот эти классификации обычно ненаучны, они чаще всего, скажем так, наукообразны. То есть нам почему-то трудно воспринимать человека другого таким, какой он есть. В этом есть какая-то тревога, что-то непонятное, надо что-то сделать. Надо как-то его понять и встроить в свой мир. И встроить в свой мир, не проклассифицировав, очень сложно. Мы не знаем, чего от него ждать. Друзья, враги, ну, например, вот у каждого человека есть какой-то круг знакомых, которых он может поделить вот по такому принципу. Может, но это тоже такая очень зыбкая классификация. Как говорил, кто из французских королей, Людовик XI, по-моему. Спаси меня, Господи, от друзей, а с врагами как-нибудь сам разберусь. Поэтому это тоже очень условная классификация. Если мы посмотрим на социальные сети и тому подобные вещи, всегда в последнее время люди очень любят психологические или псевдопсихологические классификации. И этим классификациям нет числа. Начиная от знаменитой классификации темпераментов сангвиник, холерик, меланхолик, фрагматик, которая до сих пор удивительно популярна, и как люди забывают, что ее придумал еще Гиппократ. И было достаточно давно. И, в общем-то, из самих названий темпераментов следует, что Гиппократ людей классифицировал по типам жидкости, преобладающим в организме человека. Кровь, желчь, черная желчь и так далее, и так далее. То есть, тем не менее, мы по-прежнему друг друга втискиваем во все эти рамки. Кстати, Александр Дюма даже и написал «Три мушкетера», разделив всех мушкетеров, по-моему, как раз по этим четырем типам. Пожалуйста, вдохновлялся. У Шекли, по-моему, была замечательная повесть, не помню сейчас ее название, где где-то в будущем изобрели некий способ лечения психических заболеваний, когда у человека было серьезное психическое заболевание, его личность расщепляли на части, и в каждой части находили новое тело, искусственное тело. И некую личность расщепили как раз по всем этим темпераментам, целью их всех было встретиться и снова слиться воедино, потому что каждый ощущал свою ущербность. Потому что, еще раз, в тискину классификацию, любой практикующий психотерапевт, психиатр скажет, что не бывает ни одного чистого типа личности, есть некое смешение, есть преобладание в каких-то процентах. Но мы стараемся упростить этот мир, и это тоже способ классификации сделать из сложного, простоя, и втискивая людей в какие-то рамки, мы стараемся их сделать для себя более понятными. И ладно, мы их втискиваем в эти рамки, мы пытаемся с людьми строить отношения, исходя из этих рамок, из этих навязанных им определений и классификаций. Если помните, был такой биолог Кювье когда-то, который взял на себя смелость сказать, что по отдельной одной кости он может воссоздать образ всего животного. Вот мне кажется, мы иногда тоже берём на себя смелость, пытаемся стать такими доморощенными Кювье, берём какую-то часть, какое-то проявление, и исходя из этого мы создаём в своём сознании некий образ, мы приписываем его этому человеку, мы его навязываем, можно сказать, и строим с ним, исходя из этого отношения. То есть, значит, строим отношения. Мы возникаем некие ожидания, исходя из этого образа, мы позволяем себе определённым образом вести себя с ним, исходя из этого образа. И зачастую людей мало волнует, что этот образ, поскольку он с реальностью имеет мало общего, то и отношения, которые выстраиваются из этой классификации, заранее обречены на провал. По-моему, сразу у меня приходит на ум синдром Скарлетт из «Унесённых ветром», который придумал о себе образ Эшли, идеального мужчины, и вот упор не замечала, вроде счастья рядом, Ретта Батлера, который очень подходил ей. И это тоже. Это некое... Здесь же что-то чисто эмоциональное было. Такая фантазия, чем классификация. Классификация носит некий оттенок научности или псевдонаучности. Что сейчас людям очень нравится? Очень много... На звонок? Да, кто-то к нам дозвонится. Здравствуйте. 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 Я вот считаю, что человек часто встречается с чужими людьми, и ему нужно по некоторым точкам определить психотип, и стоит ли с этим человеком иметь дело. Вот. И есть такая наука интерполяция. То есть по две-три точки строить кривую. И чем быстрее вы определите этого человека, тем лучше. Вот так. Две-три точки построили кривую. Это надо иметь такую... Как бы сказать потактичнее. Смелость и прямолинейность, чтобы, увидев чужого человека, увидеть две-три точки, построить кривую. Из этих двух-трех точек, соединенных кривой, решить, что это за человек, и дальше исходя из этого строить с ним отношения. Я работаю с людьми больше 30 лет. И при всём при этом я не решусь. Увидев человека, построить здесь две-три точки, построить кривую, и втиснуть людей вот этот придуманный образ. Это, честно говоря, ничему хорошему не приведёт. В итоге вы, уважаемый, имеете дело не с другими людьми. Вы имеете дело со своими фантазиями о них. И, в общем-то, наверное, и вы оказываете дурную услугу, потому что вы на самом деле не понимаете, с кем вы имеете дело. И человек, который, видишь, его пытаются упростить до двух-трёх точек и кривой, в общем-то, наверное, тоже может обидеться, а может просто потерять к вам интерес. Поэтому вот этот звонок, прекрасная иллюстрация нашей сегодняшней темы. Берём мы живого человека и втискиваем в некие рамки. А человек обычно его втискивает в рамки, при том, что он в этом не просил, обижается. Давайте вспомним замечательный мультик и сказку «Козлёнок», который ему считают до десяти. Когда козлёнок всех считал, человек, которому он говорил, там, не знаю, «бык» – это три. И тот, кого он считал, именно придел в ярость и гнался за ним. До тех пор, пока они добежали до корабля, там надо как-то сосчитать, сколько людей этот корабль потянет, то этот классификатор был себе смысл. Но, в принципе, люди, которые навязывают рамки, очень обижаются. Есть замечательный рассказ Честерта, что, знаете, у меня серия «Отцо» рассказывает детективных об отце Аббатере Брауна. – Да, да, да. И там был рассказ, который мне очень нравится, когда убили известного благотворителя, филантропа. Он был, как… Как-то очень, кстати, вспоминается. О нем он говорил, что он людей видит насквозь с первого взгляда. Насквозь. Как-то к нему пришли трое бродяг уличных. Он сразу одного назначил садовником, одного конюхом, одного управляющего поддома. Он нашел место и отправил. Этого человека нашли повешенным. В итоге выяснилось, что его убили именно эти три человека, которых он взял на работу. И, как сказал Паттер Браун, что он имел наглость взять живых людей и даже не узнав их, навязать им некие роли и оправдителям место в этом мире. И этого они не смогли ему простить. Кто-то сказал, что за их души надо молиться. И Паттер Браун сказал, да, я буду молиться за их души. И в первую очередь за души этого человека, который назначил найти должность. Вот мне кажется, это все история о том, как мы людей втискиваем в рамки. Вообще-то втискиваем в рамки тоже интересная вещь. Вот заметьте, у нас у всех возникает, как бы это сказать, ну скажите, вот Олег, даже если вы ощущаете, что вас втискивают в некие рамки, какова ваша реакция? Ну, скорее всего, конечно, обратная реакция сопротивления, желание доказать, что это не так, что часто переводит, ну вот, наоборот, к резкому перекосу, совершенно в другую сторону. То есть, если меня все считают, не знаю, там, в школе начинают говорить о том, что я плохой, я, скажем, хулиган, ну, он начинает, в принципе, вести себя, ну, тоже в соответствии, ну, то есть, раз ах так, то тогда вот получите. Может быть, в школьные годы, кстати, вот это тоже очень большая опасность, когда учителя вот начинают определять и говорить, вот этот отличник, этот, ну, то есть, распределять роли в классе и каждому находить какое-то вот место по своим стереотипам, может быть, под которые они не всегда попадают. И это тоже. Я думаю, что, в общем-то, мы все на протяжении своей жизни все время преодолеваем некие рамки. Ребенок предъявляет рамки становиться подростком. Подросток, особенно, остро ощущает свои рамки, начинает ломиться из них, из рамок правил, из рамок ожиданий. Это будет деструктивно, иногда это бывает для окружающих очень чувствительно, тем не менее. Всю жизнь мы пытаемся вырасти из своих рамок, их преодолеть. Когда рамки нам навязываются, позвонок? Да. Вот как раз на рамке откликнулся. Здравствуйте. Ну, вы меня не совсем правильно поняли. Например, у меня невозможно мне стать другом. У меня был друг один всего в жизни и больше никогда не будет. Другом невозможно стоять. Но вот торгаша, я эту натуру терпеть не могу. Когда человек все на деньги переводит, я таких ненавижу, смеюсь и издеваюсь над ними. Вот так. Они никогда рядом с ним и не будут. Спасибо. Понятно. Ну, у вас свои предпочтения. Но, кажется, опять человека втиснуть в рамки, знаете, вот торгашом, это тоже немножко ускладно. Но опять, уважаемые, это ваша жизнь, ваш выбор, и кто я такой, чтобы вас учить, с кем вам дружить. Тем более, судя по голосу, вы человек уже не юный, и, наверное, у вас есть своя система взглядов, своя классификация этого мира, в соответствии с которой вы выстраиваете отношения с людьми и с миром. Если вам в этом хорошо, так и замечательно. Так вот, рамки, которые мы преодолеваем. Надеюсь, мы посмотрим по нашему возрасту, до определенного возраста мы эти рамки пытаемся взломать. Пытаемся доказать себе и окружающему миру, что мы заслуживаем куда больше места в этом мире, чем нам отведены, чем нам отведены этими рамками. В какой-то момент, наверное, у большинства людей исправит та часть жить к нам в наших рамках уютно. Это вот та самая зона комфорта, о которой так много любят говорить. то есть рамки определяют наше место и в обществе нам остается спокойно. Мы себя уже проклассифицировали. Здесь, мне кажется, классификация, есть две проблемы. Одна, когда кто-то классифицирует нас, а вторая, когда мы сами себя классифицируем. Вот мы про себя решили, что я такой. У меня есть вот такая работа, у меня есть такие хобби, у меня есть такие увлечения, и другим я никогда не буду. И в этом, мне кажется, сокрыта некая опасность, потому что, наверное, ты никогда не узнаешь тогда, что происходит за этими рамками. Если тебе повезет, ты в этих своих рамках спокойно провезешь свою жизнь без катастроф, без аварий, и, наверное, тихо скончаешься, испытав перед смертью. С одной стороны, так положено по рамкам, а с другой стороны, спытаешь некий ужас. А другая часть этих рамок, когда ты жил в них, жил в себе, вдруг в них вторгается мир со всей своей непредсказуемостью. Ну, неважно, война начинается, мир вдруг изменился, и то, чем ты занимался, оказалось никому, ненужным, или еще что-то. И вот тогда, когда вот эта вот стабильность превращается в некое проклятие. Я все вспоминаю, в истории Японии был период, так называемый, Сегунат-Покугава. То есть там были, власть Сегунов установилась, и 270 лет Япония жила изолирована от окружающего мира в абсолютной стабильности и покоя. Были предельно регламентированы все отношения, она не вела внешних войн, у нее были полностью ликвидированы все внутренние конфликты, каждому в этой структуре было отведено свое место, и все жили спокойно и хорошо, и были очень довольны собой. До тех пор, пока в середине 19 века не приплыли российские корабли, американские корабли, и вдруг, ну, до того европейцы же не пускали, были там два порта, куда можно было приплыть, и дальше нельзя. И вдруг приплыли корабли, и вдруг японцы выяснили, что на самом деле весь мир давно ушел вперед, и весь мир пришел, это времена были суровые, никто особо о международном праве не задумывался, и японцы, потому что ваша закрытость никого не волнует, потому что у нас есть пушки и современное оружие, а у вас есть катаны, луки, стрелы и копья. И начался болезненный период разрушения рамок и попытки выстроить себя по новому. Как видим, современную Японию им это удалось. Какую они цену заплатили, это отдельная история. Вот то же самое бывает и с людьми, когда вдруг выясняется, что наши рамки комфортные, безопасные, разрушены, внешними событиями, и мы оказываемся без них. С чем-то сравнить какой-нибудь рак или комар, или краб, который сбрасывает панцирь и должен как-то обзаводиться новым панцирем. Время предельной уязвимости. Еще, да, еще один звонок. Да, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. А вы знаете, иногда мы не сами себе рамки ставим, а нас в рамках держит работа, семья, а потом, когда человек выходит на пенсию, все вдруг удивляются, что он оказывается совсем не такой, какой казался. Кто-то начинает картины писать, кто-то еще что-то. То есть рамки действительно мы иногда не сами устанавливаем, а нас заставляют. Спасибо. Это то, о чем мы говорим. Есть рамки, которые нам выдают извне, есть рамки, которые мы выставляем себе сами, или мы с этими рамками примиряемся, которые навязаны, даже начинаем находить некоторые плюсы. Вот. Ну вот этот момент уязвимости, когда сброшен панцирь, мы остановились на этом. Да, это как раз то самое, у тебя исчезли рамки. Грубо говоря, у тебя есть куда расти. Где-то я слышал, я честно говоря, не биолог и не заолог, где-то слышал теорию, что в какой-то момент панцирь тесен, его надо сбросить, и это мучительное состояние, и это беззащитность, пока не вырос новый панцирь, и, наверное, с людьми происходит тоже, когда мы вдруг понимаем, что в старом уже тесно, и берем на себя смелость этот панцирь сбросить, вынужденно или осознанно, наверное, осознанно принять такое решение. Всегда непросто, потому что вот этот выход из зоны комфорта, я не верю в зону комфорта, я верю в зону хронического вялого дискомфорта, потому что из подлинного комфорта никто обычно не пытается выйти. Но я сразу вспоминаю времена революции, потому что если вспомнить 17-й год, как раз удивительное время, когда люди, которые жили обычной жизнью, ну, по большому счету, там, почтовые, ну, служащие, рабочие матросы вдруг становились государственными деятелями, им поручали работу наладить, работу банков, организовать что-то, для многих это было, ну, может быть, каким-то испытанием, которое они не выдержали, но выяснилось, что из глубины народа вышли люди, которые вот из обычной жизни внезапно стали очень яркими, яркими личностями и проявили себя. Есть изменения революционные, есть изменения эволюционные. Революционные обычно обходят достаточно дорого. Да, наверное, на некоторое количество ярких личностей, появивших в себя, приходится большая часть личностей, которые разрушили все, чем занимались. Вокруг пострадало иное количество людей. В чем еще беда рамок и классификаций? Они крайне условны, и они ни одна классификация не может исчерпать, исчерпающая описать всего человека. Но опять мой любимый пример, можно сказать, что Ницше или Ван Гог были психически больными людьми. Окей. Значит, летше, сказав, что Ницше или Ван Гог болели шизофренией, мы этим исчерпывающе опишем, что они из себя представляли. Мы ничего не поймем о философии Ницше, мы ничего не поймем о живописи Ван Гога. Более того, хороший вопрос, если во времена Ницше были нейролептики, антидепрессанты, его вовремя лечили бы, оставил бы Ницше то наследие, которое он смог оставить этому миру. Боюсь, что нет. И, в общем, опытные врачи тоже понимают, что классификация скорее нужна для медицинской документации, для статистики и так далее, для понимания определенного набора симптомов и лечения определенной болезни. Но при этом классификация не описывает личность полностью. То есть, опытный врач всегда всматривается, кроме набора определенных симптомов, что я себе представляю человек как таковой, неклассифицируемый, неупрощенный, не сведенный до набора определенных пунктов и диагностических критериев. И, на мой взгляд, только так и можно подходить к лечению человека, чем бы он ни был. Я думаю, что люди, работающие в медицине и не связанные с психиатрией, тоже, помимо набора определенных симптомов и синдромов, видят, с кем они имеют дело и, исходя из этого, работают с человеком. Для нас, для обычных, простых людей, классификации прекрасный способ как упростить человека, так и манипулировать им. И, ну, допустим, сейчас все выучили много хороших, умных слов. Нарцисс, интроверт, экстраверт, манипулятор, интроверт, экстраверт, и еще много-много разных умных слов. И люди пытаются в отношениях, которых не достигают желаемого, зачастую использовать эти критерии, эти классификации для того, чтобы атаковать своего партнера, знакомого, члена семьи и так далее. Ну, так семь способов противостоять нарциссу или что-нибудь, ну, полно в СМИ. Ну, но опять, когда люди начинают друг друга обвинять, ты нарцисс, а ты манипулятор, а ты, как-то, как-то, абьюзер, и еще много разных слов. Вот, мне кажется, когда люди не наделены пониманием того, что происходит, здесь классификация, им нужна в какой-то степени, чтобы снять с себя ответственность за отношения, чтобы снять ответственность за свой вклад в отношения. При этом, все мы знаем, что на свете действительно есть нарциссы. И когда у человека такой нормальный, расцветший, нарциссический невроз, с ним иметь дело невозможно. трудно. Поэтому, когда ты осознаешь и думаешь делать дело с нарциссом, не по двум-трем точкам, проведя кривую, а, наверное, думая и чувствуя, ты можешь как-то отначе что-то делать, скорее всего, просто уйти из них, потому что пытаться изменить нарцисса занятие, очень напоминающее Сизифов труд, не очень осмысленное. А вот разделение по знаком Зодиака, это тоже своего рода классификация? Мы знаем, сколько есть советов, с кем могут сочетаться скорпионы, то есть, дескать, несочетаемость скорпионов или... Ну, мы опять каким-то образом берем эту классификацию, верить в нее или не верить вопрос каждого в отдельности. Это хороший способ переложить ответственность себя на звезды или на астролога, который скажет, нет, ну, вы же такие знаки, вы не можете быть вместе. И это сразу так многое объясняет, это не заставляет задумываться, каков тобой вкладывать в отношения или что ты почему-то терпишь у своего партнера. Как сказала одна моя пациентка, я эту фразу задумывал, заполнил всю жизнь, у меня очень тяжелая жизнь, доктор, я замужем за овном. Она как-то очень астрологическая фраза, очень мне запомнилась. Да, ваш пример замечательный, совершенно, вот, астрология и знаки зодиака, те же классификации. И классификации множество, есть загадочная наука соционика, есть еще множество разных умных терминов и сложных классификаций с подпунктами, пунктами и так далее. Сейчас вопрос, зачем оно нам и что оно нам дает, кроме упрощения мира вокруг себя. Ну, вот тут прямо вопрос в тему пришел нам как раз письменно. А что вообще такое человек? За какой период времени можно классифицировать человека? И дальше вот при приеме на работу психолог беседует с кандидатом, во всех крупных фирмах ведут на каждого досье? Что такое человек? Я рекомендую прочесть так мировую философию или тысячи за две, возможно, приблизительное понятие появится. Я не возьму себя смелость исчерпывающее это формулировать, начиная от старых определений, что это вроде человека, что это существо непокрытое перьями, и так далее, и так далее. Я думаю, что если в фирмах, в отделах HR работают опытные профессионалы, они, скорее всего, подход достаточно утилитарный. Они оценивают качество человека, исходя из той должности, к которой он претендует, подходят ли его психологические качества, интеллектуальные и прочее для этой должности. я думаю, что они тоже не берут на себя смело сказать, что это за человек. Они просто отвечают на вопрос, подходит он нашей фирмы для этой должности или не подходит. И это вполне очень понятная инструментальная классификация. Это зависит от квалификации самого психолога, который там работает. Но это как раз мне очень ясно. Я как раз говорю о том, что происходит с нами в обыденной жизни, когда мы пытаемся все проклассифицировать. потому что классификация и в отношениях, и в мире это такой страх импровизации. Это страх жить в непредсказуемом мире. Это страх вступать в отношения и реагировать на поступки человека, на вообще на него в целостности, так как нам подсказывает интуиция, чувства, разум. Мы должны человека сразу проклассифицировать, чтобы нам стало спокойнее и якобы понятнее, с кем мы имеем дело. Еще один звонок. Здравствуйте. Я извиняюсь еще раз, но мне кажется, что вот этот пожилой мужчина, который звонил, он сам тебя в рамки загоняет. Этот торгаш нехороший, этот хороший, я не буду ни с кем дружить. Вам мне кажется, что он действительно сам себя в рамки загнал? Спасибо. Ну, я думаю, что мы все себя в той или иной степени загоняем в рамки. На свете есть человек, который вам в рамках не находится, но он может и есть такие, я таких не встречал. Мне кажется, что мы с годами увы, не молодеем, и человек, пока он молод, его рамки очень гибкие, он склонен к росту и к развитию. у него в общем-то и суставы гибкие, и связки гибкие, и весь он гибкий. Мы с годами начинаем костенеть, мы становимся ригидными, жесткими, негибкими и физически, и психологически. Ну, лично я очень стараюсь себя отслеживать в этом плане, чтобы не почувствовать монополию на истину, что в силу возраста и опыта я настолько мудр, что могу обо всех судить, вообще стараюсь как можно меньше судить с годами. Вот этот мужчина позвонил, высказал свою точку зрения, наверное, у меня сложилось в нем определенное мнение, но я уж то есть мое субъективное мнение, я точно никому не намерен ставить диагнозы, когда меня об этом никто не просил, да еще и в прямом эфире. Ну, да, но рамки, если сказать, что мы же без рамок, это иллюзия. Насколько они узкие или широкие, насколько они ставят нам простор для импровизации, простор для поиска чего-то нового в этом мире, это вопрос каждый сам себе задает. Я знаю людей, которые даже в достаточно уже не юном возрасте находили для себя новые точки приложения, находили для себя новые хобби, увлечения и немалого в них достигали. У меня в кабинете до сих пор на стенах висят картины женщины, которая пошла заниматься живописью в 58 лет и немало в этом преуспела. И я таких людей знаю тоже, в общем-то, немало. Станислав Говорухин, например, тоже как хобби начинал увлекаться живописью, но многие оценивали его достаточно высоко, его уровень живописных картин. Это был звонок. Здравствуйте. Я вот еще хотел сказать. Я был на лекции психолога, и он сказал, что банкиры дали психологам задание определить психотипы людей. И мы сидели и делали, остановились на четырех. И каждый ему задавали вопросы, он отвечал, кто-то лидер оказался, кто-то просто рабочей лошадкой, кто-то скептиком и так далее. Четыре. Это очень важно для работы. Потом этих людей можно было ставить на должности определенные. Так что рамки нужны, и это очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот о чем мы говорили. Да, есть профессиональный отбор, и для этого есть определенные критерии, и там используются классификации и рамки. Но я повторюсь, что любой, мне кажется, серьезный профессионал, работающий с людьми, не исходит только из рамок, а исходит из того, что он видит и чувствует в данном человеке. Тут у нас противоречий нет на самом деле. Рамки нужны, и рамки устанавливаются общества с законами, писанными, неписанными, юридическими, моральными, какими угодно. Это же вопрос опять, я, поскольку я психотерапевт, я работаю и психиатр, я работаю с людьми, а психотерапия для меня это всегда не алгебра, а арифметика. То есть я не имею дела с х, игрок и всякими переменными величинами, я имею дело с конкретными людьми и конкретными качествами. Поэтому и сказать, что когда-то я выучил какие-то классификации и знал их, чем больше я работаю, тем больше я понимаю их условность, классификацию, но сказать, что если бы я в свое время их вообще не изучил, нет, это было бы неправильно. ну, наверное, любой профессиональный музыкант разучивает гаммы, как правильно держать руку, как правильно, должно пройти базовое образование, все должно пройти базовое образование, чтобы потом на основе импровизировать, что-то забыть, а к чему-то снова вернуться потом. Поэтому, о чем я всем говорю сегодня, я говорю о рамках и классификациях, в которые нас помещает общество с одной стороны, а второе, о рамках и классификациях, которые мы сами себя втискиваем. И я не хочу сказать, что любая классификация это плохо, я не хочу сказать, что любые рамки это плохо, хочу сказать, что это каждому из нас самому решать, это требует в высокой степени мое любимое слово осознанность. Вот мы всегда, каждый из нас может себя спросить, в каких рамках я нахожусь, какие границы и рубежи, которые я себе поставил, какие из этих рамок я воспринял откуда-то, от родителей, от общества, даже особенно не анализируя, нужны они мне или нет, хорошо в них или нет, а какие рамки я выстроил себе сам, кем я себя считаю и почему я себя таковым считаю, и насколько мне хорошо или плохо от того, что я вот так себя в этой жизни ощутил и позиционировал. И я до сих пор уверен, что мы можем свои рамки раздвигать в любом возрасте. Можем их понимать, можем их раздвигать или можем по крайней мере притормозить возрастное сужение этих рамок. Ну, да, с возрастом рано или поздно приходит сужение возможностей. Но, опять же, в наших силах все говорят и себе, ну, мне уже 70, и, значит, пора сидеть у телевизора и не особо не двигаться, но это опять те рамки, которые поставил сам себе. Вот я вспоминаю того самого Владимира Познера, которому 87 исполнилось. Или 88, я уже знаю. И который до сих пор тренируется пять раз в неделю, ведет активную интеллектуальную жизнь и тому подобные вещи. То есть тоже, наверное, каждый сам себе изобретает рамки. К чему я сегодняшнюю передачу, в общем-то, клонил? Скорее, к тому, чтобы сформулировать. Мы все в рамках, мы все в определенных границах. И я к тому, что мы можем каждый день эти границы осознавать. Они не всегда ощутимы, но если ты заключен в камеру, ты можешь ощутить стенки или решетки. Если ты находишься в какой-то... Замечательный был фильм с Джимом Кэрри «Шоу Трумэна». Да. Очень хорошее кино. Человек, который с детства, сам того не зная, живет в шоу. Мир, который заранее кем-то выстроен, и миллионы, миллионы людей много лет его жизни наблюдают за тем, как он живет. Он понимает, что происходит, он, преодолевая препятствия, доплывает до стен этого мира. Там некая гигантская, гигантская пол и шар, где он находится. и до стены звучит как с небес, как голос создателя, голос владельца этого шоу, который объясняет ему «Вернись, куда ты? Ты ничего не знаешь. Здесь ты знаешь этот мир. Тебя здесь любят, ты здесь нужен. Вернись». И Трумэн раскланивается, уходит в неизвестность и закрывает за собой дверь. И люди по всему миру, наблюдавшие за этим, взрываются в восторге, аплодисментами и так далее. Я думаю, что мы все в какой-то момент, наверное, добредаем до этой стенки. Не так радикально. Не вся наша жизнь, к счастью, убыльство, навязана окружающим, но во многом. И поэтому мы всегда можем ощутить стенку и дверь, в которой можно выйти навстречу некой неизвестности. И, скорее всего, мы пойдем в какие-то новые рамки. Но они будут уже другими. Спасибо большое. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр, психотерапевт. До следующего понедельника. До свидания. Всего доброго. Надмой волне сгод.